всем привет из видового центра красная звезда сегодня я кирилл сафронов и тренер сергей волков покажем и расскажем вам о таком элементе скоростно-силового катания как виражи спиной вперед перешагивания при движении спиной вперед равно как и резкая смена направления движения спиной вперед важно умение для всех хоккеистов который имеет особое значение при игре в защите защитники выполняют перешагивания двигая спиной вперед контролируя передвижение соперника и блокируя нападающих подкатываясь на выполнение славого приема или прижимая его к борту. Защитники должны все время располагаться лицом к игровому эпизоду и сопернику. Это значит, что они должны уметь стремительно ускориться, двигаясь спиной вперед и подстроиться под соперника в случае совершения им резкого маневра. Игрокам, которые этого делать не умеют, приходится сначала стартовать лицом вперед, сделать в таком положении несколько шагов и развернуться спиной вперед. Пока они выполняют такой маневр, они не знают, что происходит у них за спиной. Перешагивание назад, резкая смена направления движения, самый быстрый и эффективный способ ускориться, двигаясь спиной вперед, с одновременным зрительным контролем за игровой ситуацией. Для начала смены направления движения создать сильно упорно-опорную ногу, одновременно максимально согнув ее в колени и перенеся центр тяжести на лезвие опорного конька. Чем сильнее наклон лезвия в сторону центра круга, тем более крутую дугу опишет конек. Точно в средней точке кривой сменить опорную ногу, перенеся центр тяжести на ненагруженную ногу, одновременно максимально согнув ее в колени. Сочетание правильной работы обеих опорных ног проецирует на льду кривую в форме буквы U. Данная кривая должна быть максимально крутой. Следует запомнить, что при смене направления движения с последующим ускорением и перешагиванием, очень важно, чтобы центр тяжести тела всегда располагался над внешним коньком. Центр тяжести не меняет положение, когда игрок меняет ногу. Наоборот, меняется конек по центрам тяжести тела. От качества скрестного шага зависит качество маневра с последующим ускорением перешагиванием. Если усилие скрещивания дает слабый толчок и выполняется без должной динамики, теряется мощность и само перешагивание будет неполным. При качественном скрещивании ноги меняются местами в районе верхней части бедер, а не в районе колен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова